Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. На прямой связи по скайпу с нами. Сегодня российский историк, политический аналитик Валерий Соловей. Здравствуйте. Здравствуйте, Харьков. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам. Также звоните из-за рубежа код плюс 371 и номер ватсап 230-6191. Вчера появилась информация о том, что Владимир Зеленский готовится к встрече с Владимиром Путиным. И там уже идут такие дистанционные, можно сказать, перебрасывания фразами, ответами насчет Крыма. Как вы считаете, насколько сегодня Украина и Россия заинтересованы в этой встрече? Я думаю, что в данном случае Украина заинтересована больше, чем Россия. Вы меня хорошо слышите? Отлично слышим, да. Отлично. По той простой причине, что Россия может подождать. Ее политика, точнее ее стратегия в отношении Украины как раз рассчитана на ожидании. И России есть смысл подождать до парламентских выборов в Украине. В то время как Зеленскому было бы выгодно продемонстрировать в глазах своего электората и украинского общества, что у него есть отчетливая позиция по решению проблемы Донбасса и проблемы Крыма. И нет лучшей возможности, как заявить эту позицию, чем встретиться с президентом Путиным и по глазам ему сказать, как он пообещал, что Донбасс и Крым – это украинство. Ну, на ваш взгляд, Валерий Дмитриевич, сегодня можно видеть какой-то уже вектор развития Украины при Зеленском? Или пока рано об этом говорить? Пока ничего еще определенного сказать нельзя. Можно только выказывать очень-очень робкие надежды, не более того. Какие у вас надежды? Я надеюсь, что Зеленскому удастся привести несколько крайне необходимых украинных реформ. В первую очередь, это правовую реформу. Второе – это повышение эффективности в целом бюрократии и, видимо, расширение прав местного самоуправления. Если он это сделает, он навсегда войдет в историю Украины. Как человек, обеспечивший не столько устойчивость Украины, Украина довольно устойчива, несмотря на впечатление, что она находится в перманентном кризисе, она очень гибкая и устойчивая. А вот он сможет обеспечить движение вперед, развитие Украины. И это ключевая проблема сейчас для Украины, как для государства. Это ключевая проблема ее будущего, ее взаимоотношений с Российской Федерацией. Потому что я уже сказал, отвечая на ваш первый вопрос, что российская стратегия в отношении Украины основывается на ожидании. Ожидание чего? Первое – что Украина рухнет под тяжестью собственных ошибок и преступлений до перманентного кризиса. И второе – что Запад устанет. Устанет от Украины, перестанет ее поддерживать. И тогда Украина сама упадет в ласковые, как мы знаем, нежные объятия Российской Федерации. И нельзя сказать, что эта стратегия лишена оснований. На ваш взгляд, какая стратегия у России в отношении Запада? То же самое. Это ключевая посылка этой стратегии – стратегическое терпение. То есть Россия может выжидать, наше общество российское привыкло терпеть. У нас достаточно сил, наша экономика адаптировалась. Наш военный арсенал прекрасен, мы держим порох сухим. Поэтому мы подождем, пока Запад от всего этого устанет и пойдет нам навстречу. Ну или откроются благоприятные возможности. Я могу вам точно сказать, что в конце 2016 года у российской элиты, у Кремля появилось ощущение, что эта стратегия сработала. Вы вспомните избрание Трампа, Брексит и кризис в Евросоюзе. И тогда люди, работающие в Кремле, мне говорили, «Вот посмотри, мы же тебе в 2014 году рассказывали, что Путин гений. И вот сейчас мы будем с Трампом делить Европу». То есть такой пакт Молотова-Риббентропа новый был в планах? Ну, видимо, склюет. Да, но это была, конечно, фантасмагорическая идея. Но что-то подобное не исключалось. Некая стратегическая сделка, возможно, даже с участием Китая. И могу сказать, что основания для таких надежд были. Ну вот вы сделали прогноз о том, что к 2020 году в России начнутся процессы, которые приведут к кризису политических элит и так называемой «грызне башень». Да. Вы чувствуете такой решающий градус напряжения сейчас в российском обществе? На чем основывается ваш прогноз? Это еще не решающий градус, не самый высокий, потому что после самого высокого градуса тело начинает остывать, как вы помните. Есть такая особенность физиологическая. Но температура растет. Температура растет в отношениях между обществом и государством. Это очень заметно. И для этого не надо проводить уже никаких лабораторных исследований, пользоваться микроскопом. Температура растет в отношениях между элитами. В целом российское общество и Россия, как политическая система, входит в турбулентное состояние. Я, когда говорил о 2020 году, я имел в виду, что в 2020 году, видимо, резко вырастет число локальных протестов, вырастет, расширится их география и начнутся уже политические выступления, собственно, в Москве и Петербурге. Но в любом случае, я повторяю это каждый раз, это был длительный политический кризис. Он займет, с моей точки зрения, не меньше двух лет. Сегодня можно говорить о том, что холодильник начал одерживать победу над телевизором в России? Если пользоваться этой удачной метафорой, то да. Насколько это серьезно? Это еще не полная и окончательная победа, это не победа по нокауту, но это уже явно победа по очкам. Вот в этом раунде, это совершенно точно. Реально располагаемые доходы в России снижаются шестой год подряд. Такого снижения доходов не было даже в пресловутые девяностые годы. И мы все это очень хорошо ощущаем. Ну, а падающий рейтинг Путина как оцениваете? Как вполне закономерный процесс усталости у общества от бессменного вождя. Главная эмоция граждан России в отношении своего президента на канале выборов 2018 года была усталость. Усталость. Ну да, они понимали, что Путин безальтернативен, что мы за него проголосуем. Но главная эмоция была усталость. То есть мы проголосуем и надеемся, что он нас оставит в покое. А вот после того, как выяснилось, что он не намерен менять правительство, а правительство вызывало и вызывает очень сильное раздражение, я могу сказать, что вот это вот нежелание менять правительство, оно противоречит любой политической логике. Вы же прекрасно знаете, что если в стране шесть лет продолжается экономический кризис, то в любой стране правительство должно уйти в отставку. Или должно быть отбраться. Все этого не сделали. Более того, все те министры и премьер-министры, которые вызывали самое сильное раздражение у россиян, остались на своих постах. А после этого пенсионная реформа. Ну и чего же хотеть от отношения граждан России к своему президенту? Рейтинг не может не снижаться. Он снижается сейчас, не скажу, что драматически быстро, но постоянно. И с точки зрения элиты это уже составляет серьезную проблему. Это проблема контроля над обществом. Поскольку они расценивают рейтинг элиты, да и сам Путин, не как самоцель, не как некий сакральный индикатор, а как показатель именно контроля над обществом. То есть его готовность отвечать на... послушно отвечать и послушно следовать за властью. А если рейтинг снижается, значит вы общество уже не контролируете. Значит вот этот пресловутый путинский консенсус, он реально существовал. И путинское большинство начинает рассыпаться. И они будут рассыпаться еще быстрее. Это означает, что высок риск дестабилизации ситуации. Ну то, о чем мы с вами говорили пара минут раньше. Так что все это очень неприятно. Поэтому ЦИОМ получает указания, ну где-то его не может быть. Ну не может так рейтинг снижаться. Он вводит новую систему оценок. Но даже согласно этой новой системе, откровенность михотворки, рейтинг продолжает снижаться. Вот что ты не делаешь. Еще у нас звонок радиослушателя, так только что был, сорвался. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, Александр, слушаем вас. Александр. Вопрос к вашему гостю. Вы знаете, некоторые противоречия есть в ваших высказываниях. С одной стороны, вы говорите, экономика адаптировалась, и общество терпеливо. А с другой стороны, так сказать, кругом падение и рейтинга, так сказать, и всего остального. Вопрос к вам такой. Вот лично у меня такое впечатление, что не только структурный кризис, так сказать, в России, но и системный кризис. Но меня интересует, так сказать, то, что он есть, это вне всякого сомненно. Вопрос вставать, Александр, чтобы гость мог ответить. Вопрос такой. Где та красная черта? Когда это, так сказать, перейдет уже в некоторые, так сказать, действия, а не рассуждения по телевизору в пределах Садового кольца. Да, спасибо. Красная черта. Да, спасибо, Александр, за вопрос. Кстати, в моих словах нет никакого противоречия. Я же исходил с того, что элиты считают, что народ способен терпеть бесконечно долго. А народ, как выяснилось, считает иначе. Что касается красной черты, то я могу сказать, нигде и никогда вот эту красную черту в мире не удалось прогнозировать. То есть мы ее видим только тогда, когда мы ее пересекаем. Когда выясняется, что назад уже отыграть невозможно. Это первое. Второе, что очень важно, протестные настроения как раз, и в этом их отличие кардинальное от протестов 11-12 года в Российской Федерации, уже далеко вышли за рамки Садового кольца. Они уже распространились на всю Россию. И сейчас на повестке дня именно локальные протесты. Это Ингушетия, которые молчат, но где очень сильны протестные настроения. И присутствует очень сильный конфликт. Это Екатеринбург, где была борьба против строительства храма. Это ШИЭС, это вот мусорный полигон в Архангельской области. А я знаком с организаторами этих протестов, с участниками, точнее, этих протестов. И я знаю, как беспримерным мужеством эти люди бьются за защиту собственной земли. Это беспримерное мужество. И там они подняли практически весь край. И там флегматичных поморов довели до просто остервенелости. Наконец, это дело Голунова, которое недавно на наших глазах разворачивалось в Москве. И которое продемонстрировало способность общества к общенациональной солидарности. Причем стремительную мобилизацию. То есть ситуация качественно изменилась. Но когда произойдет то, что мы назовем с вами, допустим, необратимостью кризиса или началом революции, этого никто никогда сказать не сможет. Не существует таких в мире аналитических методик. А человек пытались разработать. Вы, комментируя дело Ивана Голунова, его развитие, сказали о том, что власть поступила разумно и грамотно, разумыв протесты. Протесты и настроения сохранять свою силу, на ваш взгляд, в России могут ли сохранить? Да, они не просто сохранят свою силу, они будут усиливаться. Другое дело, что протесты не будут развиваться по экспоненте, то есть линейно. Это будет проходить в виде волн. То есть будет подниматься волна, потом спадать, потом снова поднимется еще выше. Но каждая новая волна будет выше предыдущей. Потом снова спадет и будет казаться, что все закончилось. И тут начнется снова. И вот так будет где-то развиваться, я думаю, года два. Будут фрагментироваться власть, снижаться эффективность бюрократии. Она сейчас уже в стане полупролича находится. Россия огромная страна, вы это хорошо знаете. И региональная бюрократия в ней уже сейчас парализована. Уже сейчас. Она ничего не хочет делать. Она не хочет отвечать на эти пресловутые указания властной вертикали. Она занята только самоспасением и спасением собственных активов. А решающая фаза кризиса будет разворачиваться в российской столице. И займет несколько дней. Да, у нас есть звонок. Слушаем вас. Добрый день. Если позвольте, у меня два таких своеобразных вопроса по Крыму. Вот сейчас даже по оценке Запада, если бы Путин не взял Крым, там бы давно была бы американская база. Вот если представить, будь вы Путиным, поставьте себя на место Путина в 2014 году. Вот вы бы забирали Крым или Крым не наш? И второй момент. Вот если сейчас, вот в ретроспективе, машина времени отмотать назад, и Путин бы стоял перед той же дилеммой, брать Крым или не брать, вот по совокупности всех этих санкций, репрессий, изоляции, теперешней, сегодняшнего дня, Путин бы повторил бы захват Крыма, или же он бы сейчас уже на это не решился? Как вы считаете? Все хорошо. Да, спасибо вам за вопрос. На второй вопрос мне легче ответить. Путин бы, скорее всего, повторил то же самое, но это связано не с его оценкой стратегической ситуации, а с его индивидуальным психологическим профилем и с его корпоративным бэкграундом. Это бэкграунд офицера разведки. Все они, в общем, профессиональные параноики во всем мире. Просто в России они страной управляют. Что касается американской базы в Крыму, да не было бы никакой базы в Крыму, об этом речи вообще не шло. А это не более, чем пропагандистская агитка. Что касается первого вопроса о том, может ли вы порезвел себя в Крыму? Никакой базы бы просто в Крыму не было. А, если бы я был Путин? Да. А, ну давайте лучше так. Я ни в коей мере не хотел бы быть Путином. И даже сколько-нибудь на него похоже. Я считал бы, что это для меня оскорбление. Я бы, если бы был президентом Российской Федерации, я бы вел себя, конечно, совершенно иначе. Совершенно иначе. На ваш взгляд, что происходило с Путиным и происходит с Владимиром Путиным за все время его пребывания в власти? Потому что, когда он только появился, после Ельцина, он был воспринят, в том числе и либеральной частью общества, как такой прогрессивный... Как приемлемая фигура, да? Как прогрессивный либер. Ну и как приемлемая, да. Хотя многим не нравится. Причем можно было бы... Что изменилось за эти годы? Да, спикулировать сколько угодно, но я вам дам одно объяснение, которое будет понятно и которое носит рабочий характер. Представьте себе, что вы 20 лет, без малого 20, находитесь на вершине власти в такой специфической стране, как Россия. Представьте себе, что вы находитесь на вершине власти вне конкуренции, вне публичной критики. Что с вами происходит? Происходит то, что психологи называют профессиональной личностной деформацией. Это произошло бы в любой стране с любым лидером, находящимся в подобном положении. У вас происходит деформация, вы уверены в том, что вы мессия, который послан Богом России. А я знаю, что это глубокая убежденность Владимира Владимировича, что это пункт его сейчас, ключевой пункт его идентичности, призван спасти Россию и вывести Россию из кризиса. И он, в общем, все решил. Более того, вторая часть вот этой профессиональной деформации, второй аспект, это абсолютная вера в собственную непогрешимость. Все, что он сделал, было сделано правильно. Правильно. Иначе сделано быть не могло. Вот в результате мы имеем то, что имеем. Это естественный и закономерный процесс. При этом я могу вам отметить, что Путину, во-первых, очень везло. Чрезвычайно везло. И в-третьих, что очень везло России. Никогда Россия не находилась в более благоприятных исторических и внешнеполитических условиях, чем в первые 12 лет 21 века. Никогда еще в истории России не было таких благоприятных обстоятельств. И все это было потрачено в пустую. Мы сейчас сделаем перерыв на новости рекламы, потом вернемся и продолжим. Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей сегодня с нами на прямой связи. И вы оставайтесь с нами. Будем принимать ваши звонки во второй части. Мы продолжаем. Программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами политический аналитик и российский историк Валерий Соловей. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. Еще раз. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам. Также звоните из-за рубежа код плюс 371 и номер в WhatsApp 230-6191. Ну вот завтра уже, 20 июня, должна быть большая конференция президента России Владимира Путина. По крайней мере, она готовится. Какие вопросы, на ваш взгляд, должны быть заданы Путину? Может быть, не будут заданы, но должны быть? Прозвучатся вопросы, касающиеся социального положения, острых экологических проблем. Ну, в общем, все эти вопросы, которые беспокоят граждан России, они действительно прозвучат. Другое дело, что ответ будет дан в манере совершенно неудовлетворяющий граждан России. И уже мало кто в обществе ожидает от этой прямой линии разрешения каких-то кардинальных проблем. Люди надеются, что им удастся достучаться, дозвониться и решить какую-то свою частную, локальную проблему, возможно, групповую, вы понимаете, да? Не более того. И, возможно, это действительно кому-то удастся сделать, будут такие счастливчики, поскольку власть же должна продемонстрировать, что она заботится о податном народе. И завтра мы это увидим. Ну, Владимир Владимирович, будут нас поражать знанием статистики, приводить десятки цифр, у него хорошая память. Ему кажется, что таким образом можно заклинать экономическую действительность. Рассказывать о том, что доходы у вас-то на самом деле растут, они снижаются. Мы просто этого еще не успели почувствовать. На ваш взгляд, интернет, ютуб, видеостриминг и прочие вещи, которые сейчас составляют конкуренцию традиционному телевещанию, насколько это мощный инструмент в руках оппозиции, в руках тех, кто не поддерживает политику Владимира Путина? Это не столько инструмент в руках оппозиции, сколько инструмент или площадка для всех альтернативных точек зрения. И это в высшей степени эффективная площадка, могу сказать. Поскольку люди неудовлетворены, точнее, их удовлетворенность официальной пропаганды официальным телевидением постоянно снижается, а доверие как раз к интернету, хотя, на мой взгляд, неоправданно растет. И они перемещаются в интернет. Вот в июне впервые аудитории интернета и телевидение сравнялись с дневной аудиторией. Но власть же это все прекрасно видит, понимает, чувствует, поэтому она и хочет взять под контроль интернет, то есть вести автономный рунет. Она же видит в этом все, вот не подкон... Все, что не подконтрольно для чекистов, это угроза. Понимаете, да? И они все это хотят взять под контроль. Вот почему они терпеть не могут мелкий и средний бизнес, его всячески насилуют? Потому что он порождает средний класс и стихийно-демократические настроения, да? Крупный бизнес легче контролировать, с мелким и средним сложнее, поэтому надо его держать в черном теле. Интернет, социальные сети это альтернативное медийное пространство в полном смысле слова. Вы его не можете контролировать, значит, надо обрубить все его контакты с внешним миром, да, при необходимости, а потом сегментировать, то есть использовать тактику солями. Сначала мы одни сайты закроем, потом другие. Я вам могу сказать, что единственное последовательное, логичное, продуманное законодательство в России, это репрессивное законодательство. Вот оно вводилось и реализуется последовательно, системно и целенаправленно с 2013 года, ну, с конца 2012 точно. Вот это вот единственная продуманная часть нашего законодательства. У нас звонок, примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, Олег. Да, Олег, слушаем вас. А у меня вопрос следующий. Вот как, на ваш взгляд, развивалась бы ситуация, если бы Борис Николаевич Ельцин не закончил эпоху, ну, тысячелетия своего, ну, свое правление в январе, вернее, в декабре 99-го года. То есть, если бы он продолжал рулить страной. Что было бы, Да. Как разговаривать. Спасибо, да. Если бы Ельцин мог. Ну, здесь у Бориса Николаевича Ельцина было очень сильное качество. Этого качества нет ни одного российского политика последующего. Да, впрочем, у его современников не было. Это почти гениальная политическая интуиция. Почти гениальная. Я долго работал с Горбачевым лично, поэтому я знаю, о чем говорю. И Горбачев это признавал в приватных беседах со мной, что интуиция, он, правда, эту интуицию иначе характеризовал. Интуиция – это первая, вторая, готовность Ельцина прислушиваться к мнениям, которые ему не нравятся. И у него были очень хорошие советники, мнения, которых он ценил, он к ним прислушался. Поэтому он совершил этот гениальный ход с уходом, с передачей власти Путину. В тот момент Путин казался наиболее приемлемым подходящим кандидатом. И могу сказать, что, как следует, из первоначального замысла людей, которые его продумывали, все выглядело бы иначе. Все должно было выглядеть иначе после 2008 года. Скажем так, то, что произошло в 2011 году, так называемая рокировочка, для них являлось такой же неожиданностью, как для многих, наверное, для всех наблюдателей и для российского общества. Это первое. Второе. Я могу сказать, что при Ельцине, по крайней мере, в конце управления, уже ничего ужасно страшного в экономической области не происходило. Вот как раз тогда экономика довольно успешно адаптировалась. И более того, после кризисного шока 1998 года дефолта, она очень успешно восстанавливалась. Очень успешно. И в тот момент существовали почти идеальные отношения между бизнесом и государством. Государству бизнес не лезло. Это, конечно, создавало проблемы хаотизации, но это обеспечило очень высокий экономический рост и вовлечение людей в бизнес. Вот тогда молодые люди, я имею в виду школьников, они мечтали стать бизнесменами, а не как сейчас чиновниками или офицерами ФСБ. Мне кажется, что быть бизнесменом это более здоровое устремление карьерное, чем стремление стать офицером ФСБ. Вы понимаете? Еще у нас есть... И распад России точно совершенно не угрожал. Я могу сказать это с очень высокой уверенностью, что это из-за того, как выгодили федеративные отношения. Тогда по типу федеративных связей не по их наполнению, но по типу, Россия была очень похожа на Канаду. И она, кстати, могла двигаться в этом направлении, что было бы для нее очень хорошо. Сейчас... Давайте приезжаем, слушайте. Фактически монетарное государство. Извините, пожалуйста, маленькая реплика по Ельцину. Да, как вас зовут? Как вы сказали? Александр. Да, Александр. Очень коротко, пожалуйста. Да, очень коротко. Ну, что вы говорите про Ельцина? В Конгрессе выступал Ельцин, он же предатель. Он же в Беловежской пущей страну развалил. А вы его здесь хвалите. Извините. Вот такая эмоциональная реплика от слушателя Александра. Я думаю, что слушатель имеет свое право на суждение равным образом, как и я. Могу сказать, что в 90-е годы я относился к Ельцину гораздо хуже, чем сейчас. Но иногда для того, чтобы понять происходящее, надо иметь дистанцию. Вот сейчас я к нему отношусь гораздо лучше, например, лучше, чем в 90-е годы. Но и тогда, и сейчас я очень высоко оценил его политическую интуицию. У него был талант, которым не обладает ни один из российских политиков. 96-й год. Ельцин, Зюганов, вся эта история. И есть мнение, что именно тогда либералы проиграли, потому что, позволив Ельцину победить, позволив коммунистам не победить, в общем-то пошли на какую-то сделку с совестью, и таким образом Россия пошла в том направлении, в котором пошла. Согласны с этой оцентой? Я думаю, что во многом она была справедлива. Я думаю, что победа Зюганова не создала бы никаких кардинальных проблем для будущего Российской Федерации и в каком-то смысле могла бы даже оказаться полезной. Это правда. Но вторая сторона этой правды состоит в том, что в отличие от Ельцина Зюганов за власть бороться не хотел. А у него был прекрасный шанс. Вот в тот момент, после первого тура, призывать людей к мирному сопротивлению и осуществить то, чтобы вошло в историю как первая цветная мирная революция на территории постсоветского пространства. Он же от этого отказался. Он испугался этого. Еще звонок у нас. Да. Слушаем вас. Здравствуйте. 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 Константин. Я бы хотел обратить вашему гостю, но перед нами будут часы шахматные. Я ему задам вопрос, а он столько потратит времени, чтобы мне ответить. Можем мы так сделать или нет? Задавайте вопрос. Значит так, уважаемый гость, еще раз спрашиваю, каким образом без Майдана Крым оказался в России? Пожалуйста, ответьте. Что? Не совсем мы поняли вопрос. Если вы поняли вопрос, то... Вы можете... К сожалению, и нет. Я, к сожалению, прошу прощения, вопросов не понял. Тогда мы... Как Майдана. Без Майдана он бы в составе Российской Федерации бы не оказался. Ну, точнее, скажем так, Россия воспользовалась ситуацией для того, чтобы включить Крым в свой состав. Уникальная ситуация полураспада украинской государственности. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9 телефона прямого эфира в нашей студии. Звоните, задавайте вопросы, пишите в WhatsApp 2306191. Возвращаясь к современной России, вы в День России в своем Твиттере записали, вернее, не в своем Твиттере, но опубликовали в Твиттере поздравления россиянам и призвали использовать российский флаг как символ борьбы за перемены. Да. Действительно, вы думаете, что российский символ может объединить людей, которые, ну, в первую очередь, живут в разных информационных пространствах, как минимум, и смотрят, собственно, на этот символ через призму своих взглядов? Я не только думаю, я в этом не сомневаюсь, просто надо проявить некоторую настойчивость в продвижении этого символа, потому что ничего объединяющего, имею в виду, общего символа у граждан России просто нет. Потому что ни Красная Знамя не способна объединить, ни Георгиевская лента, тем более, кстати, могу сказать, что власть не хочет ассоциироваться с национальными цветами. Она предпочитает ассоциироваться с Георгиевской лентой, что она ясно дает понять каждый раз в мае каждого года. И для власти трехцветное знамя, триколор, это нечто крайне неприятное, потому что это ассоциируется с демократической революцией, которая произошла в Российской Федерации в августе 91-го года. Это ассоциируется со свободой, с достоинством, со всем тем, что власть у населения экспроприировала. Я уже не говорю о том, что это флаг первой Российской Республики. Это республиканский флаг. В республике еще 1917-го года это в полном смысле слово республиканский флаг. То есть можно оставаться приверженцем каких угодно взглядов, левых, правых, феминистских, экологических, но объединяет на всех только одно сейчас. И я считаю, что то, что мы граждане России, и надо реализовать свой гражданский статус, то есть превратиться из обывателей именно в граждан. Потому что первый пункт Российской Конституции гласит, что Россия это наша страна, она принадлежит нам, а не власти. Решение вернуть музыку... Не есть власть. А? Решение вернуть музыку Александрова и сделать ее гимном России после... Это было и знамя, поверьте, и знамя. Ну, я правда могу сказать, что на патриотичку песни Гринке практически невозможно было бы написать текст, тем более было бы его невозможно исполнять. Но в данном случае это был совершенно такой явный символический откат в прошлое. Да, это такие символические реванши. Мертвых хватает живого. Другие и флагбы постарались изменить, но не смогли. Вот на это уже не решились. Звонок у нас много на линии радиослушателей. Здравствуйте. Простите, я его не... Давайте следующий вопрос. Здравствуйте, как вас зовут? Если можно, второй раз, или не стоит? Задавайте, Владимир. Задаю вопрос. Александр Соловей, вы оценили конец эпохи Ельцина в экономическом отношении как положительный. Путин первые 12 лет ВВП в 22 раза, бюджет в 12 раз увеличил. Как можно хорошее при Ельцине увеличить такими темпами? Я понимаю, что сейчас, будь я россиянин, нам был бы против Путина, но когда вы, либералы, оцениваете положительно Горбачева с Ельцином, вы за себя дискредитируете. Да, спасибо, но это вот реплика. Я бы посоветовал человеку, задавшему вопрос, вспомнить, как изменились цены на нефть. Это первое. И второе, ответить на вопрос самому себе. Это заслуга Владимира Владимировича Путина, что цены на нефть стали расти беспрецедентно высокими темпами. Я вас уверяю, что если бы цены на нефть были такие, премьер-министра Черноморгина, Россия бы экономически развивалась еще более высокими темпами, чем при Путине. Не надо сырьевую зависимость России превращать в достоинство президента Владимира Владимировича Путина. Еще звонок у нас. Да, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Да, слушаем вас. Мне вопрос. Как на данный момент Россия пойдет, Российская православная церковь? Непонятно, что она пойдет с стороны как конституционная монархия, или она будет что-то совсем по-другому, как римские католики. Она во власти или внутри, или снаружи власти. Спасибо. Да, спасибо вам. Эдгар. Хороший вопрос. По старой русской привычке церковь пытается находиться рядом с властью. Ей не дают дать власть, я сразу скажу. Она бы очень хотела, но ей не дают и не дадут. Это первое. И второе, что еще важнее, в ситуации политического кризиса, который, считаю, крайне вероятен в России, возможно, даже неизбежен, роль и место церкви после этого кризиса изменятся. Ей придется искать себе место и роль в новой России. Сможет она найти или нет, я не знаю. Это зависит от способности самой церкви к самообновлению, если хотите, к саморегенерации. Но на этот вопрос никто не знает ответа, я думаю, и сама церковь тоже. Там внутри есть разные тенденции, разные течения. Еще вопрос у нас так только что был. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Вот вы все на революцию вас тянет, а нет бы победить в выборах. Вы вот говорите, что народ России недоволен, а народ России другое показал. И вот вы доказываете, как в детском садике, что в Крыму не было бы НАТО, а вот в Латвии, в Прибалтике есть НАТО, а Мерия тут защищается. Как это? Да, какой у вас вопрос? Нет вопроса, есть реплика. А, да, но я никому ничего не доказываю, просто высказываю свое мнение. И, насколько я знаю, хотя страны Прибалтии являются членами НАТО, до сих пор никакой военной угрозы с их стороны России, со стороны НАТО еще не последовало. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Добрый день. Да, задавайте вопрос. Извините. У меня такой вопрос. В 90-е годы, когда переговоры ехали со странами НАТО, все, кажется, было хорошо, Советский Союз не стало и так далее. Но тут же НАТО, страны, передвинули свои войска к границам России и обвиняют опять Россию. Какой у вас вопрос, чтобы гость мог ответить, мало времени? Вот вопрос у меня, каким образом это самое происходит. Все хорошо, кажется, пересмотр, оказывается... Да, мы поняли. У вас вот НАТО приблизилось к границам, а вроде как обещали, что этого не будет, кстати, Горбачеву. Ну, во-первых, великому сожалению, обещания Горбачеву, данные, они были даны, не были положены на бумагу. То есть никаких международных обязывающих договоров не было. Во-вторых, даже если бы эти договоры были заключены, к сожалению, с распадом Советского Союза они были бы, наверное, поставлены под сомнение или раскассированы. И в-третьих, еще раз подчеркну, если в Эстонии, Латвии, Литве находятся по батальонам, сколько там, я уже не знаю, сейчас может быть больше, НАТОвских войск, ну, я не верю, что они составляют какую-то угрозу Российской Федерации. И до 2014 года никто не говорил об этих подразделениях НАТО как о военной угрозе Российской Федерации. Только после 2014 года вдруг об этом зашла речь. Ну, таковы факты. Таковы факты. Ну что ж, что нашли время и вышли в прямой эфир программы Абонент доступен. Валерий Соловей был с нами на прямой связи, историк и политический аналитик. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо вам, всего хорошего, до свидания. До свидания. До свидания, Валерий.